Добрый вечер, Леонид Маркович, главный редактор газеты «Общественное хлебое» Дарина. Да, доброй ночи уже можно сказать. Да, уже доброй ночи. Леонид Маркович, ну стало известно, что что-то произошло, пока вы летели из Одессы в Мюнхен. В один и тот же рейс, туда и обратно, в один и тот же день, я бы сказал так, одесситы отметились, очень хорошо отметились. Мы приехали в Одесский аэропорт, как и было запланировано, рейс Одесса в Мюнхен на 18.55. К сожалению, в данное время, в положенное время, рейс не бил в Одессу. Опять же, к сожалению, в Одессском аэропорту нам ничего не сообщали. Просто ожидайте, 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 ожидайте. В течение часа никакой информации не было. Потом рейс прибыл. Мы через час поднялись на борт. И капитан уже корабля, лайнера или Уфганзы, нам объявляет и извиняется, что говорит, извините большое. Говорит, пожалуйста. Произошло, говорит, у нас неординарность выручить пассажиры из Мюнхена, которые летели в Одессу. Точнее, пассажир, который летел из Мюнхена в Одессу. Он ввел себя некорректно. Но капитан открыто говорил, что так. Он очень корректно извинялся и применял такие слова, что... Во-первых, пассажир был пьян, это однозначно, да? То есть, то, что он, как выразился, капитан, изганил весь туалет полностью. Мало того, что устроил дебош. И, естественно, его в аэропорту разбирали с ним. То есть, это уже на самолете. И саживали с этого самолета. И вот он, объясняя нам эту ситуацию, извиняясь, что произошла задержка из-за пассажира, который летел в Одессу. Извините, извините, пожалуйста, пожалуйста. Ну, все замечательно. Самолет... В воздух поднимается. И здесь я просто вижу господина перв на первом ряду. Колоритный такой образ встает мужчина в тельняшке, в трусах. На тельняшке написано Одесса. Ну, и тоже бухой, пьяный совершенно. Не в карачьем течении всего полета был этот господин в тельняшке, который ходил в туалет, курил в туалете. Команда корабля вела себя очень тактично, пыталась сгладить все эти инциденты. Но он, к сожалению, не понимал ни английского, ни немецкого языка. И к тому же еще матом ругался на команду. В принципе, действительно, команда была в шоке. То есть вы можете представить, да? Из Мюнхена в Одессу пьяный одессит, я не знаю там кто, летят. И обратно же из Одессы в Мюнхен. Ну, тут однозначно я хочу, я собственные глаза не видел. Это был русскоязычный одессит какой-то, ну, с малькой от детства, такая тельняшка. И тоже пьяный, и тоже невменяемый. Команда пыталась полностью так, чтобы продолжить полет. Сглаживала все эти нюансы. Единственное, что у них глаза были вот такие, что туда и обратно. Однотипная ситуация. И под конец уже, ну, там он уже вообще чудил. Уже когда самолет заходил на посадку в Мюнхенском аэропорту, он просто опять же задерся в туалет. Он пошел, уже все пристекнут, уже стюарты пристекнут. Он говорит, ну, пожалуйста, сядьте, ну, уже просто мы заходим на посадку. Вот в туалет, он туда, сиди в туалете. Потом уже он садится, уже шасси. Он из туалета, с него думает, оставайтесь в туалете. Ну, здесь уже, ну, просто посадка будет, останьтесь в туалет. Я ему, известно, из туалета, опять туда. Но единственное, когда мы приземлились на взлетно-посадочную полосу, стюарты уже всем говорят, оставайтесь на местах, сейчас прибудет полиция. И как только мы приземлились, буквально на взлетно-посадочной полосе уже присутствовала полиция. И здесь я просто, это секунды, как только открылся трамп, я его видел спереди на первом льду. Секунда прошла, и его уже не было. Я даже не заметил, как его вытащили оттуда. Ну, просто так его и нет. На борту находился жутко пьяный пассажир, который не давал экипажу осуществлять свои функциональные обязанности, что, в общем-то, очень сильно угрожало безопасности. К нам обратился один из пассажиров, который, пожалуйста, на вот этот вот момент, это житель Германии. Вот можете что-то прокомментировать по этому вопросу? Ну, значит, мы пассажиров пропускаем. Если пассажир не вменяемых состояниях, мы его тут же задерживаем, вызываем представителя авиакомпании. И представитель авиакомпании уже на основании того, как он общается с пассажиром, он решает, будет он дальше лететь этим бортом или не будет. Либо вызывают представителя, не представителя, а командира корабля. И командир корабля сам уже принимает решение, возьмет он его на борт, либо не возьмет. Значит, но бывают ситуации у нас такие, что пассажир проходит в нормальное состояние, и все без проблем. Но, заходя в зал прилета, не прилета, а вылета ожидает, он заходит в один бар, заходит во второй. И получается, сейчас видите, какая температура. И он уже будет никакой. Поэтому, но опять-таки, это при посадке должны и перевозки, и командир корабля смотреть за этим пассажиром. То есть, получается, ваша функция контрольна. Если вы видите человека, который в неуменяемое состоянии... Мы его дальше не пропускаем, и мы называем представителя авиакомпании, который решает, полетит он, либо не полетит. То есть, он уже в дальнейшем будет решать судьбу этого пассажира. Он и командир корабля, возможно, если потребуется, да? Он и командир корабля, это безусловно. А часто бывают такие случаи? Ну, бывает, конечно. Я не могу сказать часто. Ну, просто, вот у меня было, что неоднократно задерживал пассажира. Даже просто представитель приходил и тоже отказывал. А что касается Люфганзе, как они вот с этими вопросами? Ну, я не знаю. Я с Люфганзе как бы не сталкивался так. Я в том, что... С другими рейсами, да, были. Дело в том, что на Люфганзе за вчерашний день, это уже второй случай. Этот же самолет, который летел из Мюнхена в Одессу, точно такой же случай. Пассажир там бегал по этому... По салону. Командир корабля, которым уже летел вот этот рейс из Одессы в Мюнхен, он уже говорил, что мы задержались там на час из-за того, что у нас был вот такой пассажир. Мы должны были его там успокаивать и так далее. То есть, из-за этого задержался рейс на час. А потом уже летят из Одессы в Мюнхен, этот же рейс и другой уже человек. Вот точно такая же ситуация. Командир корабля, опять-таки, берет на себя ответственность и беря на борт таких вот пассажиров. Ну, вот просто странно. То есть, в один, получается, день прилет и улет. Прилет этим же рейсом. Этим же рейсом, это же экипаж. Да, это же экипаж. И точно такая же ситуация. Тогда я умный, это что-то не буду сказать. Это уже ответственность, я же говорю, командира корабля. Костя, по поводу инцидента на борту компании «Любганза», «Люб-2777». По поводу того, что был пьяный пассажир, как рейс из Мюнхена, так и из Мюнхена в Одессу. Я не в курсе. Не в курсе? А кому можно обратиться по этому вопросу? Вы можете обратиться по головному отец «Любганзе» в Украине. Я не могу сказать. А где есть какие-то координаты, кому можно конкретно? На сайте можете посмотреть. На сайте «Любганзе», да? Да. Спасибо. Спасибо.